Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу телепередачу «Времена событий. Люди». Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Нилов Ярослав Евгеньевич. Я специально пригласил и очень благодарен Ярославу Евгеньевичу. Это представитель нового поколения депутатского корпуса. И для меня, как человека из прежней советской эпохи, очень интересно, как происходит циркуляция кадров в одной из сложнейших, если так можно сказать, сфер государственного управления, которое относится к законодательству высшего разряда. И мы с Ярославом Евгеньевичем говорили об итогах работы Думы первой сессии, шестого созыва. Мы говорили о законодательстве в области автотранспорта и дорожного движения. Поэтому ждем ваших предложений, о чем Ярослав Евгеньевич просил вас, чтобы вы стали сотворцами законодательства в этой сфере. Сегодня мы бы хотели поговорить о другой немаловажной сфере нашего и законодательного, и общественного, и бытового характера. А именно здоровье нации. Вопросы, связанные с проблемами законодательства в обеспечении людей, самым главным, как говорил еще древнегреческий основоположник здравоохранения Гиппократ, самым главным – здоровье. Ярослав Евгеньевич, что здесь у нас происходит? Вот сменили министра здравоохранения и социального обеспечения. Поставлены сразу две новых энергичных женщины. Вот по Крымску мы видели, как зампредседателя правительства работает. Мы видели, как работает Скворцова, так сказать, в новом качестве. Что все-таки не с точки зрения элитных отношений, а с точки зрения законодательных форм в этом вопросе. И самое главное, вот мне кажется, здесь назрела и проблема, связанная, так сказать, со здоровьем, как это не покажется, диким, но у молодежи, у детского возраста, подросткового возраста. Нет, ну дикость, я имею в виду, что человек должен быть здоровым по определению. У нас рождается порядка 90% новорожденных уже имеет какое-то заболевание. Сколько? 90%. Уже дегенерация... Нет, ну легкие, есть разные формы заболеваний, есть тяжелые, есть легкие, но в целом такая статистика. Ну вот, в общем, все мы должны понимать, мы живем в современном мире, да, где нас окружает плохая экология, мы дышим ужасным воздухом, мы пьем плохую воду, у нас плохие продукты питания, у нас лекарственные средства, либо подделка фальшивая, либо настолько сильный антибиотик, который полностью убивает иммунную систему. У нас образ жизни человека, он также очень сильно влияет на состояние его здоровья, ритм жизни, образ жизни. И плюс, уже я не говорю о том, что какое количество употребляется алкоголя, табака, наркотиков и прочее, прочее, прочее. Поэтому, обращая внимание на эту тему, опять же, мы с коллегами из ЛДПР внесли ряд законодательных инициатив. Здесь надо к вопросу подходить очень тонко, комплексно, но все должны понимать, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, 13 литров спирта на душу населения в год – это критическая норма. У нас, по официальным данным, 18 литров спирта. Все знают... Третье место, по-моему, в мире. Ну, одно из, да, из лидирующих. Там где-то на первом месте, если мне не изменяет память, Франция, они в основном венцом балуются. Ну, вы понимаете, Франция отличается от нас тем, что пить вино людям, которые... А вот Великобритания-то крепенькое пьет, примерно на уровне с нами идет. Смысл в чем? Что у нас очень много еще... Это я к тому, чтобы мы все-таки не чувствовали себя какой-то ущербной нацией. Нет, ну, ущербная... То, что пьем много – это безобразие. Тут сейчас депутатов согласен абсолютно. Пьем много безобразия. Пьем еще поганое пойло, как говорится. Это безобразие вдвойне, потому что наши рынки завалены... Мы здесь с подорожанием водки будем пить еще больше пойло. Потому что завалены наши рынки фальширным суррогатом. И все это не влияет на статистику. Поэтому 18 литров на душу населения – это весьма условная цифра. Я думаю, что она гораздо больше, потому что очень много нелегального спирта потребляется. Скажем, для примера, вот в этом году я не... Потому что хвалюсь. Когда-то тоже позволял себя. Но сейчас вот, допустим, в этом году я практически ни разу не выпивал. Значит, 18 литров мои, которые по статистике числятся, перечисляются на кого-то другого. Конечно, младенцы тоже не пьют. Кто-то, значит, будет 36 литров. Конечно, младенцы тоже не пьют, но на них тоже считается. Тоже считается. Конечно, значит, смотрите, употребление табака. Принимаются разные меры, сужаются возможности для курения, отводятся определенные места. Но в целом курят больше и больше. Теперь, говоря... 50 рублей пачка сигарет стоит. Почти 2 доллара. Да, здесь даже... Да, стоимость, конечно, влияет на уровень потребления. Но больше влияет эта вседозволенность, вседоступность. И нет нормальной пропаганды и объяснения того, что пить и курить – это очень вредно. Ну, когда идет молодая мамочка с коляской в руках, курит с бутылкой пива, но ребенок энергетически впитывает, психологически впитывает, и плюс еще находится в этой ауре этого дыма. И ребенок растет постоянно вот в таком состоянии. Конечно, доходит он до такого возраста, когда говорит, мама, а что это у тебя? Красивая пачка. Ребенку же хочется поиграть, они же пачки все красиво сделаны, красивые картинки. И мама ему что говорит? Нельзя, это для взрослых. Ребенок растет с мыслью о том, что он подрастет, и настанет тот период его жизни, когда ему можно будет уже попробовать. А может быть, он не дождется, когда настанет период, он заранее начнет пробовать со сверстниками. И все это, конечно, ударяет в целом по здоровью. Так вот, мы внесли законопроект о том, чтобы каждая пачка сигарет, на каждую пачку, кроме надписи, курение вредит вашему здоровью, наносились, как там в ряде стран, допустим, в Таиланде, на государственном уровне было сделано по инициативе дочки короля, наносилась картинка, демонстрирующая искореженные органы, пораженные внутренние органы, искореженные руки, смерть, импотенцию, для того, чтобы человек эту пачку воспринимал как угрозу своей жизни, и уже, находясь в ресторане, допустим, в кафе, где-нибудь за столом, он уже не положил ее рядом со своей, там, с тарелкой, да, чтобы пачка являлась неким раздражителем сознания и способствовала чрезмерному потреблению, как им самим, так и его окружающими людьми. Поэтому мы предложили это ввести. Этот закон будет рассмотрен, но в целом в рамках таможенного союза есть договоренность, и в скором времени эти картины у нас появятся. Второе. Мы предложили законодательно запретить, тоже закон уже внесли, на кассах продавать сигареты и продавать крепкий алкоголь. Но у нас кассы в магазинах, это место, где проходят практически все граждане, там, 99%, кто вошел в магазин. И вот есть такая целая уже наука, можно сказать, мерчендайзинг, да, это процесс раскладки товара в определенном месте для того, чтобы повысить покупательную способность и спрос на него. Так вот, касса, это то место, где как иконостас уже, огромное количество пачек сигарет. Я всегда ругаюсь, когда стоит товарищ, вот эту дайте мне, вот эту дайте, вот эту, меня это прямо выводит из себя. Это быть не должно. Хотя, сам был курильщиком, 30 с лишним лет травился. Но вы понимаете, что это провоцирует. Излишняя провокация человека купить. Если ты этого не увидишь и покупать не будешь. То же самое касается энергетических напитков и крепкого алкоголя. Все в отдельный угол надо отправить. Все возле кассы стоит. Кассу необходимо опустошить. Поэтому дети, еще раз говорю, находясь у колкаса, они спрашивают, мама, а что это? Ну, красивые картинки, розовые, там, голубые, синие, все красиво оформлено, разные формы, разные толщины. И ребенок это хочет увидеть, поддержать. И с детства ребенок вбивает в себя подсознание образ этой пачки. Наше сознание воспринимает частично. Подсознание воспринимает все. Поэтому... Фрейд. Да, поэтому, если, кстати, мы проанализируем те мультики, которые показывают сейчас нашим детям, очень часто там, значит, проскальзывает слово секс и проскальзывают разные там человеческие органы. Это делается для чего? Для того, чтобы подсознательно человека подсадить на эту тему, потому что индустрия секса, она очень развита во всем мире, и очень большие деньги приносит, в том числе и транснациональным корпорациям. Гораздо больше, чем даже торговый наркотик. Это с детства подсаживает на это. Поэтому такую мы внесли. Дальше мы внесли закон, запрещающий рекламу табака и алкоголя вообще везде. Сейчас у нас есть ограничения в интернете, на информационных сайтах, где-то есть по времени на телевидении, по времени, то есть по местам на печатных площадях. Мы решили запретить вообще везде. А для чего это рекламировать? Тот, кто хочет, пусть и без рекламы идет и выбирает. Тот, кто не хочет, ему не надо лишний раз смотреть эту рекламу. И вообще с рекламой мы предложили упорядочить ее в формат. Наши граждане жалуются. Ну, сидит, смотрит бабушка фильм. Фильм постоянно прерывается, у бабушки разрыв сердца из-за того, что на таких ярких моментах фильм разрывается. Поэтому мы говорим, если мы разрешаем рекламу, то только между блоками. Потому что нарушается художественная ценность, причинно-следственная связь, нарушается логика, нарушается красочность. И плюс людей вгоняет в стрессовое состояние. Этого быть не должно, поэтому мы против этого. И мы сказали, рекламу запретить алкоголь, табак вообще, и плюс запретить разрывать телепередачи и информационные программы. Давно внесли этот закон? Это уже около года. Мы очень много хороших законов внесли, которые касаются... И все лежит пока. Все лежит. Мы внесли закон о том, чтобы человек, приехав, допустим, из Магадана в Москву, он не должен менять сим-карту, потому что ему дорого звонить по мобильному телефону. Мы недавно вроде пустыканили. Должна быть единая тарифная зона по всей России, как это по всей Америке, по всей Франции. Ну, Медведя же дал поручение всем нашим монстрам, билайнам. Ну, это все равно не хотят противиться. Они говорят... Конечно, это надо деньги тратить. Да. Ну, почему? Вы понимаете, наши граждане, выезжая за рубеж, они покупают сим-карты Эстонии, Латвии, Литвы. На Украине. Ну, почему вот такой вот идиотизм? Такого быть не должно. Такой закон мы внесли. И дальше мы внесли закон с учетом того, что у нас граждане травятся фальшивыми лекарствами, а очень часто граждане навязывают самолечение путем пропаганды и рекламы различных лекарств, которые ничего не лечат. Вот мы запрещаем лекарства, любую рекламу лекарственных средств. Не должно ее быть. Есть врач, врач сам объяснит, кому и что нужно. Скажет, покушайтесь на свободу слова. Пусть что угодно. Говорят, нас волнует здоровье наших граждан. Пусть что говорят, а найдется тут Федоткин какой-нибудь, который, так сказать, начнет... Нас не интересуют схлипы того же Федоткина, когда вопрос касается здоровья наших граждан. А пусть Федоткин лучше, ну это условно говоря, или те, кто будут схлипывать, займутся тем, что у нас аптеки переполнены фальшивыми продуктами, и то, что нас заставляют путем пропаганды употреблять те лекарства, которые не лечат, а калечат. Или лечат одно, калечат другое. И плюс мы запрещаем лекарств, рекламу абортов. У нас сегодня очень... Это вообще криминальный бизнес. У нас... Полтора миллиона в год, по-моему. По официальным данным, около... За десятый год два миллиона абортов официально, неофициально около четырех. Девочек молодых вводят в заблуждение, после этого просто калечат их организм. Аборт есть у нас, значит, ну, операционный. Есть медикаментозный, есть вакуумный. Так вот, рассказывают истории, что якобы все вакуумным или медикаментозным, все это безвредно. На самом деле это очень все вредно. Все равно приходится потом, как говорится, доделывать все путем уже обычного... Хирургического вмешательства. И у меня был случай, рассказывала знакомая женщина, приехала в Россию, сделала аборт, сделали, значит, вакуумным методом не до конца, вернулась за границу, началось процесс загнивания, еле спасли вообще эту молодую маму. А в целом после аборта очень многие остаются бесплодные. И вот мы говорим о том, что вообще запретить рекламу абортов, это асоциальный раз. Запретить проведение абортов в частных абортариях, потому что там гонятся за деньгами, за сверхприбылями. Их не интересует здоровье наших молодых девушек. Они пропагандируют, как раз склоняют к употреблению лекарственных средств, которые провоцируют аборт. И провоцируют, вообще принимают решение для того, чтобы человек сделал аборт. Их волнуют деньги. Причем любой срок, если можно до 22 недель, после 22, при определенных условиях можно, то они делают на любом сроке, называется криминальный аборт, они ничего не боятся. Мы соответствующие поправки и об усилении ответственности внесли рядом депутатов, в том числе и от фракции ЛДПР. Потому что тот человек, который плохо сделал аборт, несет очень маленькую ответственность. В основном административную? Мы внесли в том числе и уголовную. И вообще рекламу мы запрещаем. И хорошо, слава богу, был принят закон, все фракции поддержали, ввели уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков. Их сначала подсаживают на легкий наркотик, потом подсаживают на тяжелый наркотик, потом человек начинает из дома потихонечку выносить вещи, деньги, средства, деградирует, учиться не хочет, на все плюет. И дальше это уже асоциальный элемент. Поэтому этот законопроект, он, конечно, полностью проблемы не решает, потому что очень часто пропагандой занимаются те лица, которые не подпадают под уголовные статьи. Например? Ну, в 14 лет, если ты занимаешься пропагандой, ты не подпадаешь под этот... А вот, кстати, в сходе нашей телепередачи у меня возникла мысль, а не запретить ли... Вот я смотрю, пятилетняя там девочка, тетя-тетя какую-то рекламу дает, или там более старшего возраста, разве это не нарушение прав личности этого ребенка и так далее? Даже если это делается с согласия ее родителей. Конечно, целесообразно запретить, потому что девочку используют... Она не понимает, что она говорит, а ее используют в этих пропагандистско-рекламных целях. Вот. Поэтому в ходе обсуждения мы высказывали ряд замечаний, что необходимо, первое, навести порядок с рекламой, навести порядок с пропагандой здорового образа жизни, навести... Хорошо подсказали мне идею, я когда встречался в рамках комитета с разными национальными диаспорами, с точки зрения снижения межнациональных конфликтов, надо показывать добрые межнациональные дела. Когда там не русский, русскому помог, дагестанец, там, русскому и так далее. И вот эти добрые дела показывать для того, чтобы снижать уровень такого вот напряжения, которое есть сейчас у нас в обществе. Плюс надо вести пропаганду здорового образа жизни. Вот меня спрашивали федеральные каналы, вот вы там предлагаете запретить, а вот что в плане пропаганды? Я говорю, есть такой профессор Жданов, он академик, живет в Новосибирске, в академгородке. У него очень хорошие есть лекции о вреде курения, о вреде наркотиков, о здоровом образе жизни. Ну покажите вы его, у него очень доступный, с красивыми, такими яркими примерами, которые действительно влияют на то, какое решение ты примешь. И вот послушав его, я чаще стал, я практически каждую неделю езжу купаться в Святой Источник. Потому что очень много негатива повседневная жизнь нам дает. Общество очень такое взволнованное, напряженное. И постоянно этот негатив, он разрушает нашу ауру, разрушает наше биополе. И вот это биополе надо постоянно поддерживать. Вот купание в Святом Источнике, прогулки по лесу, баня, правильное питание. Посмотрите, у нас нет в принципе уже культуры питания. Фастфуд заполонил все, а это ужасное питание, которое влияет на состояние здоровья. И тот же Жданов рассказал правильную теорию про то, что надо питание разделять. Если послушать его теорию раздельного питания, она очень правильная, она вкладывается в рамки здравого смысла, и действительно человек себя чувствует по-другому. После того, как начинает таким образом питаться. Надо больше, конечно, отдыхать. Причем отдыхать, это не обязательно выезд за рубеж, выезд там куда-то на моря. Просто отдых, нахождение в тишине, нахождение с природой, нахождение с самим собой. И когда отдых сопряжен с чрезмерным употреблением алкоголя, это, конечно, уже не отдых. Поэтому надо всем... Здесь есть одна тонкость, Ярослав Евгеньевич. Я хотел бы... Вот когда смотрели мы эти замечательные фильмы «Особенности русской охоты», помните, значит, там сидят вот эти... Пьянка-гулянка и так далее. Нет, пьянка-гулянка, но потом сидят, значит, смотрят на Луну, вот как бы достигают расслабления. А я подумал, ведь русская методика, к несчастью для русских, может быть, 300 грамм водки, она гораздо эффективнее, чем 3 дня сидения перед Луной. Ну, поэтому у нас такие показатели, я могу сказать, что как-то были командировки в Китае мы, и там один из таких светил профессор... Это не моя точка зрения, просто возражают люди иногда, вот так. Может быть, примитивно, может быть... Это сиюминутное отключение мозгов, но надо всем понимать, что алкоголь, он убивает клетки головного мозга. И влияет еще на половые клетки, это раз. Второе. Когда мы были в Китае, я говорю, светило такой лечебной науке, медицины, которые там ставят диагноз просто по пульсу, он сказал, что из-за того, что перенапряженная работа, то вечером перед сном, для того, чтобы организм расслаблялся и нормально отдыхал, надо алкоголь употреблять, кто не употребляет вообще, употреблять вино, употреблять какие-то легкие напитки, но в очень небольшом количестве. Но это не для нас. Да. Это для китайцев, там более, так сказать, у них организованная публика. А то у нас как начнут перед ночью употреблять перед сном, не приведи осмотреть. Ну, что касается 300 грамм водки, это сиюминутное отключение сознания, это влияет на мозжечок, на функции головного мозга, но это удар по печени, и это, когда алкоголь начинает распадаться, это идет отравление организма. Поэтому, с одной стороны, мы отключили сиюминутное сознание, вроде как расслабились, но энергетически идет потеря. И потом организм чувствует еще больше такую нехватку энергии, именно из-за того, что очень много сил организм потратил на распад этого алкоголя, на переваривание. Вся беда в том, что вот то, о чем мы сегодня с вами полезно и культурно говорим, как раз не смотрят те, кто вот именно и употребляет этот алкоголь, это курение и так далее. И употребляет алкоголь очень многие, в том числе и молодежь, и зрители. Главное, с умом это делать. Ярослав Ильич, последняя вот в этой передаче у меня, какой вот в нашей... Я вспоминаю, как председатель тогда Государственной Думы, чьим советником я был, Геннадий Николаевич Селезнев, возмущался, но он тогда, по-моему, уже не был председателем, просто рядовым депутатом, возмущался, когда был принят запрет на курение в стенах Государственной Думы. Всех курильщиков, значит, выпроводили на лестничную клетку, а сейчас, насколько я знаю, с вашей подачи, и с лестничной клетки их, так сказать, выцегонили. Но насколько здесь все это касается прав и свобод личности, я уж не говорю, так сказать, о других вопросах. То, что это, безусловно, для меня, как человека, бросившего курить, это благо. Я удивляюсь, как я раньше занимался и травил окружающих и самого себя этой гадостью. Я это говорю честно, я это говорю искренне, вот. Но, с другой стороны, вот те люди, которые курят, они продолжают меня не понимать. Значит, здесь будет всегда конфликт интересный. Что вот в этих моментах делать? Мы будем идти дальше по пути Евросоюза? Или же здесь вот эта табачная мафия, в том числе и заграничная, дает, как говорится, нам отлуп? Табачная мафия, конечно, очень хорошо, сильно работает, вовремя реагирует. У них хорошо поставлена пропаганда, средства массовой информации, они большие деньги в это вкладывают. Но это их бизнес. Мы должны не идти у них на поводу. Конфликт интересов у курильщиков и не курильщиков будут. Абсолютно правильно сказать, что людей выгнали на лестнице курить. Вот мы сидим на 10 этаже. Но почему я, человек, который никогда не курил, должен сидеть и нюхать весь этот дым в течение дня? Поэтому сейчас отведено специальное место. Если люди хотят курить, травиться, пожалуйста, пусть идут и травятся в специально отведенном месте. Но не травят меня. И когда обсуждался вопрос, у нас был пожар как-то в кабинете депутата, вызванный тем, что не потушили сигарету. Была комиссия целая, я входил в эту комиссию. Я сказал, пишите в протокол комиссии. И мое предложение такое. Обеспечить все кабинеты депутатов специальной сигнализацией, которая реагирует на дым в случае появления табачного дыма. Она на дым не везде реагирует. А чтобы реагировало именно так. Дым пошел, либо вода начинала лить, либо такой звук, который можно было отключить специалисту. Вот так вот депутат покурит, потому что депутат считает себе, что он может курить и обойти любой закон. Пожалуйста. Хочешь покурить, пять минут посиди, когда там сирена будет орать. С ума сойдешь немножко, тогда в следующий раз подумаешь, когда будешь сигаретом. Кстати, уважаемые телезрители, я могу сказать вам, что бывало неоднократно в гостях у фракции ЛДПР, могу сказать, что самая некурящая фракция в Государственной Думе, начиная с лидера Владимира Вольфовича Жириновского и заканчивая рядовыми членами и работниками аппарата. Практически все либо бросили курить, либо перестали курить, либо никогда не курили. Потому что времени нет. Когда работать, курить некогда. А когда отвели это место, пять минут сходил, покурил, пять минут обратно, десять минут, там 20 минут потратил. Десять раз в день сходил, покурил, это сколько получается? 200 минут. 200 минут делим на 60, 3 часа. 3 часа просто рабочего времени вы убили. Уважаемые телезрители, я хотел бы, Ярослав Евгеньевич, с вашего разрешения, подсказать вот тем, кто изучает нашу юриспруденцию. Обратите внимание, что на то и есть закон, что он обладает императивной силой. Что у закона, в отличие от просто правил, в отличие от простой инструкции, есть, если так можно сказать, нормативная норма принуждений. Некоторых это возмущает, но я могу сказать это честно и откровенно. Со времен Чезаря Бекария, который, так сказать, выступил за отмену смертной казни, вот это положение, оно ни в коей мере, так сказать, не противоречит ни нормам свободы, ни нормам, так сказать, прав, ни нормам, ну, всех остальных человеческих свойств. Поэтому вот здесь обратите внимание, то, что мы говорим запретить, то, что мы говорим усилить, то, что мы говорим, так сказать, обязать, это ни в коей мере не противоречит той гуманитарной юридической практике, которая установилась за последние 300 лет в так называемом новом времени. Или я что-то не так сказал? Нет, вы абсолютно правы, и, конечно, есть много пробелов в законодательстве. У нас, в принципе, многие нормы перешли еще из советского права, многие вносились изменения очень быстро, быстрее, быстрее принять. Конечно, требуется комплексная доработка. Ну, вот, может, мы об этом и поговорим. Вот гражданский кодекс, подошли комплексно, внесли полную новую редакцию. Сидели 4 года специалисты-юристы, светилы юридической науки и готовили этот документ. Уважаемые телезрители, мы закончили эту телепередачу. Благодарим вас за внимание. До свидания. Продолжение следует...